Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень необычное блюдо, которое готовится очень быстро, очень просто. Я вам покажу рецепт пюре, но не из картошки, а из цветной капусты. Очень классный вариант, если вам нельзя кушать картошку, или если вы просто не едите картошку в связи со своей диетой. Честно вам признаюсь, если бы я раньше знала об этом рецепте, я бы 100% во время своей именно жесткой похудалищной диеты его бы использовала. В общем, давайте приступать. Все, что нам понадобится на первом этапе, это просто цветная капуста, неразобранная. Сейчас мы ее, собственно, и будем разбирать на соцветия. Можно также ее порезать, если вдруг она не будет поддаваться, потому что именно конкретно нам соцветия не нужны будут, потому что все равно мы позже из этого будем делать пюре. Обрезаю все до кочерыжки и складываю в кастрюлю. У меня здесь капуста в районе килограмма где-то, наверное, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы двум-трем людям точно наесться. В принципе, все. Сейчас я еще на более-менее однородные кусочки это все разломаю, чтобы оно равномерно у меня сварилось. И можно будет все это дело заливать водой и ставить вариться на плиту. Заливаем все это водой так, чтобы она слегка покрывала капусту. Я включаю на большой огонь и буду ждать, пока это все закипит, после чего убавлю температуру и накрою крышкой. Так, капусточка моя уже начинает подзакипать. Мне кажется, на данном этапе самое время немножко ее посолить по вкусу вашему. И уже можно закрывать крышкой и варить это все нужно до того момента, пока она не станет мягкой. Так, капусточка моя уже сварилась, в принципе, поэтому я ее снимаю и сейчас буду сливать основную влагу. Совсем немножко воды этой, в которой она варилась, я оставлю для того, чтобы пюре было мягким. Вот, может быть, процентов 5 влаги я оставила, а в основном здесь у меня одна капусточка. Теперь, что мне нужно сделать, это добавить сюда масло. Я уже вот его здесь приготовила. У меня здесь около 50 грамм масла. Я буду по чуть-чуть добавлять, хотя, наверное, сразу все добавлю. Беру ручной блендер и ручным блендером сейчас это все буду разбивать до консистенции пюре. В итоге у вас должно получиться что-то вроде этого. Честно говоря, на глаз вообще не скажешь, что это не из картошки сделано, а из цветной капусты. Кажется, что это обычное картофельное пюре. На этом вы, в принципе, можете остановиться, но я хочу вам предложить еще один вариант, как сделать это более праздничным, что ли, вариантом. То есть, если вы, может быть, будете принимать гостей, то такой вариант более симпатично будет выглядеть на столе. Что нам нужно сделать, это взять нашу пюрешку. И я здесь уже приготовила форму для запакания. Мы будем выкладывать ее в форму. Она довольно жидкая, поэтому проблем здесь с выкладыванием не будет. Теперь можно добавить немножко красивости и как-то его немножко попробовать уложить текстурно. И последнее, что можно сюда добавить, в принципе, вариантов много. Я бы, возможно, еще сюда сверху помидорки разложила. Возможно, еще какие-то овощи, то есть, какие вам нравятся. Возможно, какую-то зелень. Голубой сыр с голубой плесенью сюда отлично просто подойдет. Но я сюда добавлю обычный сыр. Просто сверху немножко совсем добавлю. Вообще, сыр с цветной капустой очень классно сочетается. Поэтому, если у вас есть с голубой плесенью сыр, то будет вообще просто обалденно здесь. Вот как-то так. Не увлекаемся сыром. И теперь все это дело я буду отправлять в духовку на маленькую температуру, потому что, по сути, у нас здесь уже все готово. То есть, сильно как-то готовить нам это дело не нужно. Нужно просто, чтобы оно немножко сверху подзапеклось. Получилась небольшая такая корочка аппетитная. И сыр немножко расплавился. Если у вас духовка сверху включается на гриль, можно сразу просто сверху включать, чтобы именно корочка запеклась. А в середине пирожка наша оставалась такой же мягкой и активной. Вот и все. Запеканку я нашу достала. Как видите, сверху она подзапеклась. У нее довольно плотная текстура. Но в то же время снизу она остается такой же кремовой и воздушной по своей текстуре, что очень классно работает. И сейчас вот мы с вами попробуем. Главное не обжать всех. Потому что буквально только с духовки достала. Отлично просто. Супер. Я 100% вам рекомендую оба способа. Первый более диетический. Второй более праздничный вариант. Возможно, вариант для приема гостей. Но в то же время очень классно, что это действительно низкокалорийный продукт. И в то же время вы не используете картошку. Такое блюдо можно запросто кушать вечером. Можно даже перед сном его есть. И ничего страшного с вашей фигурой не произойдет. Обязательно попробуйте и сообщите мне, как вам понравилось. А на этом я буду с вами прощаться. Обязательно поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Если вам в целом мои видео из этой серии нравятся. И мы тогда с вами увидимся на следующей неделе с каким-нибудь другим рецептом. Пока! Поэтому я решила продолжить эту серию и рассказать вам еще немножко о разных ошибках, которые я встречаю ежедневно практически на разных девушках. И возможно вы также делаете эти ошибки и даже не задумываетесь о том, что их можно исправить и таким образом улучшить ваш макияж. Я расскажу вам свое полноценное мнение о тех продуктах, которые у меня закончились, которыми я полностью до конца пользовалась. Поэтому погнали!